дорогой отец мы сейчас твоей дочери собрались вместе чтобы почтить тебя господь и чтобы познать тебя еще больше я прошу сейчас господь своим духом откровения духом премудрости открывай нам свои тайны открывай нам то что ты нам сегодня сегодняшнем не хочешь открыть благослови наше собрание бога благослови наши уста благослови наш разум и дай нам веры растопить и принять то что ты нам даешь сегодняшнем не сегодняшнем слове аминь давайте скажем аминь 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 мы сегодня седьмую главу мы сегодня будем завершать седьмую главу откровения и я хочу чтобы мы мы долго находимся в ней интересная очень глава я хочу чтобы мы свое свое память обновили обновили давайте прочтем эту главу целиком и после сего видел я четырех ангелов стоящих на четырех углах земли держащих четыре ветра земли чтобы не дул ветер ни на землю ни на море ни на какое дерево и видел я и иного ангела восходящего от востока солнца имеющего печать бога живого и воскрикнул он громким голосом к четырем ангелам которым дано при вредить земле и морю говоря не делайте вреда ни земле ни морю ни дерева доколе не положим печати на челах рабов бога нашего я слышал число запечатленных запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов израилевых я взглянул и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом говоря спасение богу нашему сидящему на престоле и агнцу и все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех же и пали пред престолом на лица свои и поклонились богу говоря аминь благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость богу нашему во веки веков аминь и начав речь один из старцев спросил меня сие обличенные в белой одежды кто и откуда пришли я с сказал им ты знаешь господи господин и он сказал мне это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убилили одежды своей кровью агнца за это они прибывают ныне пред престолом бога и служат ему день и ночь в храме его и сидящий на престоле будет обитать в них они не будут уже не алкать не жаждать и не будут не будет палить их солнце и никакой зной ибо агнец который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники и отрет бог всякую слезу сочей их аминь спасибо спасибо люба мы уже продолжаем двигаться в откровении в седьмой главе и мы уже касались и белых одежд и крови агнца но тем не менее небольшой такой взгляд на прошлое служение чтобы нам объединить все эти вещи мы не зря прочитали седьмую главу полностью потому что седьмой главе предшествует ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять это последний стих 6 стиха и после сего иоанн виде четырех ангелов на четырех углах земли который держит четыре ветра земли чтобы начать дуть на землю на море и в это время выступает ангел с печатью от господа которая запечатлевает божьих детей говорит не делайте этого и мы видим что это запечатление происходит и начинается но а повествование в седьмой главе сынов израиля и затем мы видим великое множество людей которых перечислить вообще невозможно из всех племен из всех колен посмотрите у кого включен микрофон потому что идет свист в эфире мы видим их что они в белых одеждах они с пальмовыми ветвями они восклицают громким голосом а пришло спасение потому что они пришли от великой скорби эти люди пришли от великой скорби и мы видели вот это движение вокруг трона внешний круг ангелы затем стоят старцы затем четыре животных и перед самым престолом стоят вот это множество людей белых одеждах так я вынуждена наверно тех у кого микрофон включен удалить давайте еще раз последить за связью так надя у вас включен микрофон что нет возможности отключить его сейчас тихо в эфире хотелось бы именно вот такого состояния потому что этот свист он при трансляции он еще усилится мы видим словословие и как не сказать аминь когда господу богу говорят благословение слава при мудрости благодарения честь и сила и крепость богу нашему вовеки но тем не менее один из старцев спрашивает иоанна вот эти облаченные в белой одежде кто это такие откуда они пришли и а иоанн ему отвечает отвечает это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью агнца и мы начали говорить про кровь агнца и была целая проповедь о победе через кровь христа это и жизнь которая принадлежит богу кровь всегда приносилась в жертву ему и отождествление крови и жизни это не что-то противоестественное так оно и есть жизнь в крови по мере того как тело человека из тела человека истекает кровь из него исчезает жизнь и когда все писание новый завет много говорит о крови иисуса христа имеется в виду не только его смерть но его жизнь и смерть его жизни смерть его подвиг и воскрешение здесь очень много символизма и я не буду повторяться но вот те идеи которые главные идеи заключены в этом это жертва главная идея связана с жертвой он принес себя в жертву для восстановления отношения с богом и эти отношения восстановлены совершение христом совершенное христом на голгофе она имеет отношение ко всем периодам жизни она имеет отношение к прошлому и человека и человечества и почему люди спрашивали новый завет начинается с голгофского креста и мы знаем что без иисуса христа никто не может быть в царстве божьем никто не может заявить о том что это спасенный человек потому что это единственная дверь и люди спрашивали а как же верующие ветхого завета но мы с вами говорим сейчас о том и мы уже знаем что это жертва в духовном мире была принесена прежде создания мира поэтому и прошлое и настоящее и будущее приносит кровь христа свободу прошлое прошлые грехи человечества и настоящее несмотря на ошибки и будущее человечество и вот эти три аспекта что это жертва что это имеет отношение к прошлому к настоящему и будущему мы с вами вот сейчас подчеркнули кровь христа освобождает человека от власти зла от власти греха дает ему способность жить полноценной жизнью а в будущем уже новой жизнью после заветных отношений и мы давайте объединим вот сейчас вот все эти идеи с которыми мы уже некоторое время в которых мы находимся мы видим людей одежды которых омыты и сделаны белее снега они омыты в крови агнца и вот об этом немножечко давайте поговорим всегда символизм белых одежд во первых чистота то есть жизнь очищена от грехов может быть настоящая человека и соблазны сегодняшнего дня они тоже говорят о том в белых ли одеждах человек и вот это вот омытие то что мы сказали это имеет отношение к прошлому настоящему и будущему позволяет смело сказать что да белые одежды они дарованы человеку и для будущего позволяя человеку расти в боге даже совершая ошибки и во вторых это символизирует победу белой одежды то есть жизнь обретшая силу победоносную силу это вот победа в крови иисуса христа выражаясь простейшим таким языком люди обрели чистоту победу через иисуса христа и он сделал это для них своей смертью и воскрешением но тем не менее вот сюда давайте заглянем кровь агнца есть две возможности восприятия и именно так воспринимают она может значить как бы попроще это сказать есть буквальный смысл взять одежду и окунуть эту одежду в кровь иисуса христа понимаете да но есть символизм и этот символизм нам более понятен сила крови агнца за счет крови агнца когда мы видим то что это живая субстанция живой организм который продолжает совершать свое действие и сейчас потому что мы верующие 20 21 века а все то что происходило само заклание это прежде создание мира две тысячи лет назад мы берем эту кровь мы берем это это обещание от господа и приобретаем чистоту приобретаем победу приобретаем силу ту которую иисус совершил для всего человечества есть некий символизм мы же не буквально распинаем иисуса христа во имя себя нет это совершено для всех и мы понимаем что в этих символах сокрыто но та картина буквального смысла когда люди омывают свои одежды в крови которая течет из ран иисуса христа это невероятная даже картина и мы я не знаю кто ее таковой представляет но есть смысл об этом сказать есть люди которые утверждают об этом что только те которые погрузили свою одежду в кровь только они это немножко странновато конечно это видит но такие комментарии есть великая такая непроходящая неприходящая истина заключается вот в этом отрывке в том когда мы смотрим 13 14 стихи что что нам нужно взять чистота победа которую мы сами не можем обрести чистота и победа дарованная жертва христа который человек сам не может обрести и давайте скажем аминь 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 с одной стороны с одной стороны подвиг иисуса с другой стороны сам человек вот здесь тоже давайте вот сюда посмотрим из роль которую человек играет в своем спасении есть ли его роль если его роль да есть как может человек приобщиться к жертве христовой во-первых через покаяние и мы все это делали сначала в человеке возникает сожаление о совершенном грехе и желание измениться это во первых а во вторых такой чудесный инструмент во вторых через веру сам человек должен всем сердцем верить что христос жил и умер за нас за меня за людей за наше спасение и в то верить что его жертва там во времени назад может спасти и для этого конечно нам нужна благодать человек пользуется этим благое даяние от господа верой мы это принимаем писание будет человеке раскаяние веру свидетельство будет человеке раскаяние веру трансляция славы божьи и бог живой сейчас тоже будет человеке раскаяние веру и начинается вот этот вот процесс когда человек откликается как бы человек приближается приближается ближе 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 с каждым днем христу и наконец наступает вот этот вот момент покаяния через благодать через веру и вот они заветные отношения поэтому роль человека здесь тоже есть человек имеет часть в том чтобы приобщиться к жертве христовой здесь тоже об этом говорится очень важный момент и исторически его тоже есть смысл рассмотреть кто слышал проповедь может быть помнит но евреи никогда не считали себя теми кто должен входить в крещение они не считали себя грешниками и он на иордании он проповедовал крещение покаяние они никак не думали что им надо каяться они исторически никогда не крестились не погружались в покаяние это было только для празелитов для тех кто менял веру и входил в удаизм и тут уже вроде как понятно что этим людям это явные грешники а евреи-то люди знающие бога народ избранные дети авраама и себя они таковыми не считали и вот этот примечательный факт очень важен что и евреи пришли к осознанию мы здесь читали что из каждого колена запечатление происходило из каждого колена израиля израиль тоже пришел к осознанию что им нужно покаяние им нужно погружение для покаяния и здесь есть еще один интересный момент смотрите пятнадцатый стих в четырнадцатом стихе отвечается на вопрос что это люди которые омыли одежды свои убили ли одежды своей кровью агнца за это они прибывают ныне перед престолом бога и служит ему день и ночь в храме его вот этот момент давайте на это посмотрим храмовое служение левиты и священники день и ночь служили богу вот такой примечательный факт а теперь мы видим перед престолом божьим находятся избранники скажем так ну возьму это слово из всех племен из всех колен народов языков это вообще революция это вообще революция такого не было на земле никогда было определенное колено были определенные люди священство и мы помним что даже тогда когда во славу господа не священники или виды приносили огонь этот огонь был чуждым и по сути своей чуждым и плюс ко всему они еще не были священством а теперь мы видим из всех племен из всех народов из всех колен из всех языков перед престолом божьим земном храме в иерусалиме ни один язычник посмотрите под страхом смерти под страхом смертной казни допустим язычник не мог пройти дальше двора язычников для язычников в иерусалиме во время земного храма был двор двор язычников там находились язычники под страхом смертной казни они не могли пройти дальше израильтяне тоже не могли пройти двор допустим который им принадлежит они не могли двинуться дальше они не могли пройти двор женщин женщины там наступали находились они находились только в своем дворе вот за двором израильтян находился двор священников куда могли пойти только священники каждому было определено место в храме и нарушения уже слышим с вами под страхом смерти они не могут пройти даже израильтяне не могут войти туда куда вход доступен только священству везде границы язычники в своем месте женщины в своем дворе израильтяне вас своем дворе и не дальше священники своем дворе есть возможность для первого священника зайти один раз в год святое святых и это все действовало на земле и вот она революция в небесном храме кто не знает исторического аспекта это его не удивит но когда мы знаем и видим сейчас картину в небесном храме доступ в присутствии бога открыт представителям всякого народа перед нами вот сейчас вот здесь вот в пятнадцатом стихе картина на небесах где нет никаких барьеров нет никаких стен нет никакого страха смертной казни для тех кто стоит пред престолом и надо сказать что ангелы они дальше находятся старцы животные они дальше находятся чем эти люди в белых одеждах здесь мы видим что не существует ни расовых не сословных не имущественных различий между людьми доступ богу открыт каждой верной душе вот аллилуйя за этот стих за 15 стих кто читал это особенно тогда когда это было только что издано это реально революция что на небе иначе здесь есть один такой вот факт давайте мы его прочитаем сидящий на престоле будет обитать в них сидящий на престоле будет обитать в них это тоже 15 стих есть переводы которые говорят обитать среди них в греческом давайте вот немножечко в теологию и тут мне нужно ваше внимание обитать обитель очень похоже на скинию греческий вариант скинулся или скинии что означает палатка скиния палатка вот это же самое слово иоанн 1 глава 14 стихе вот сейчас его открою я люблю такие вещи иногда себе такие вещи позволяю потерпите теолог выскочил вот первое соборное послание иоанна богослова так подождите не там закладка у меня лежит одну секунду евангелие от иоанна евангелие от иоанна 14 стих первом в первой главе слово стало плотью и обитала с нами вот мы с вами только что сказали что сидящий на престоле будет обитать среди них ли обитать в них и вот здесь в 14 стихе слово стало плотью и обитала с нами полная благодать и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца это же самое слово обитать вот то что мы говорим скини или скину он палатка вот это вот тоже самое слово вот здесь вот в откровении употребляется что евангелие от иоанна обитание с ними в них иудеи всегда ассоциировали вот эту скинию вот эту палатку мы с вами прошлый раз говорили про шухину про присутствие божие видимое присутствие славы божьей и чаще всего вот это присутствие оно описывалось как облако до светящиеся огненное где-то в облачном где-то в огненном примеры есть такие в писании допустим когда 10 заповедей вручали господь вручал моисею слава господня осенила гору сина и покрывала ее облаком шесть дней вид же славы господней на вершине горы был как огонь поедающий в исходе это написано облака шахина сошла также было и со скинией мы говорим сейчас взяли слово обитель скини скинию скину он скини греческий вариант также было и со скинии облако покрывала скинию собрания и слава господня наполняла скинию моисей не мог войти в скинию собрания потому что ее осеняла слава господня не мог войти даже моисей и вот это облако вело израильтя огонь ночью облако днем нам знакомо это и во время открытия храма есть смысл сказать об этом во время от мы из евреям это знакомо скиния бога с человеком и шахина присутствие явное присутствие знакомо они где-то созвучны но у них немножко разный смысл давайте еще раз вот во время открытия храма царя соломона после его молитвы тоже слава господне наполнила храм так что священники не могли стоять и вот это слово скину он всегда ассоциировалась в мыслях иудеев шахиной с присутствием можем сказать что бог пребывает в конкретном месте это означало его слава там находилась иудеи всегда понимали вот это вот так присутствие божий вот как мы с вами пример брали привыкли думать они привыкли думать что бог он невероятно далек от мира но со временем такое представление но даже усилилась они считали что нельзя говорить о нем так как будто он находится здесь в их представлении такие разговоры были выражением уж слишком человеческого понимания они даже стали употреблять слово шхина вместо имени бога я не зря говорю потому что это читают и евреи смотрите что иаков в эфиле сказал истинно господь присутствует на месте сём раввины изменили это слово они написали шехина присутствует на месте сём убрали господь слишком человеческий слишком вот они увидели что в этом как бы мало почтения мало дистанции не может бог быть так близко к этому миру бог невероятно далек от мира мир он греховен понимаете что я хочу сейчас сказать вот это место они заменили господь присутствует на месте сём они написали шахина присутствие его на месте сём еще одно такое место есть которое было заменено книга аввакума господь во святом храме своем позже людей говорили богу было приятно чтобы его шахина пребывала в храме тоже замещение смотрите еще один момент исая глаза мои видели царя господа саваофа это исая 6 глава там все говорится вот когда и и ризы его спускались вот маленькая коротенькая глава высая когда он увидел славу божью и он пишет глаза мои видели царя господа саваофа иудеи изменили это мои глаза видели шахину царя не самого бога а шахину царя убирают это все и услышав вот эту вот палатку услышав вот эту вот с кино он или скини они бы подумали именно о шахине а подлинное значение подлинное значение сводится в тому что люди будут служить и обитать в самом сияние его славы прям во внутрь этой палатки моисей не мог входить а эти вошли священники не могли войти и стоять эти вошли опять очень радикальные перемены мы видим здесь очень мощный момент потому что иудею автоматически придет приходит замещение и вот этот взгляд когда человек не может выдерживать присутствие божьего не может он автоматически срабатывает здесь наша парадигма меняется здесь нас перенастраивают на другое что мы с вами и те кто уже находится у престола потому что они уже ушли господу будут служить и обитать в самом центре в самом сияние его слава слава аллилуйя так может быть и на земле кто трудится свидетельствует о боге на этом прибывает слава божия почему мы говорим продемонстрировать славу божию через что через течение даров святого духа славу божию оказывается ее можно продемонстрировать когда люди исцеляются когда бесы изгоняются когда мертвые воскрешают нам сейчас это доступно но это никогда не было доступно ранее мы вот даже через это поймите насколько мы другие люди наше поколение и возможность обладать тем той полнотой который не обладал никто никогда до этого времени это откровение пришло даже когда вспомните это наши времена были помазанники собирали целые конференции люди ездили туда чтобы на них возложили руки они исцелились сейчас нам это все доступно аллое и откровение это получено что эти дары для всех здесь пишется о том возвращаемся в откровение но мы в принципе в нем и находимся что невозможно перечислить всех людей которые находятся там но я бы сказала что невозможно перечислить всех людей которые нашли утешение в этих строках может быть минуты траура может быть минуты потери близкого но верующего близкого вот в этом все обещание окончательного пребывания человека в присутствии божьем есть еще один момент я хочу на нем заострить внимание так сейчас одну секунду 7 глава вот они не будут 16 стих они не будут уже не алкать не жаждать и не будут не будет палить их солнце и никакой зной вот здесь я хотела бы чтобы вы просто взяли исторический контекст да и жажда по голову по богу да мы знаем что он хлеб сошедший с небес но я хочу это мы все знаем на этом я останавливаться не буду но посмотрите на этот отрывок проще вот в первые годы когда христианство пришло на землю две тысячи лет назад многие христиане буквально были рабами и они понимали что такое быть голодными они знали что такое жажда они знали как работать на открытом солнце как без беспощадно просто жжет спины солнца во время их работы на земле для них первое что даст им небо и господь там на небесах это утолиться голод утолиться жажда и больше не будет мучить их зной и вот обещание этого от отрывка заключается и в том что во христе конец голоду страданиям печалям мира вот это тоже возьмите потому что исторически тогда рабы еще были зная о том что иоанн пророческий человек и будучи иудеем верующим иудеем они держали в руках тонах и они читали о том и мы несколько раз говорили что иоанн это берет образ вот отсюда иоанн берет этот образ вот отсюда и в данном случае слова исаи когда говорится сорок девятом сорок девятой главе что не будут терпеть голода и жажды не поразит их зной и солнце ибо милующих будет вести их и приведет их к источникам вот это такой вот пример ветхозаветной мечты человека нашедшего воплощение исполнения в иисусе христе когда мы говорим о том что буквально были такие люди которые голодали которые которые жаждали но есть еще и и духовное обещание окончательного удовлетворения голода и жажда человеческой души человеческой души блаженные алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся я есть хлеб жизни приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда а кто будет пить воду которую я дам ему тут не будет жаждать вовек но вода которая дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную это духовные аспекты и мы больше их знаем нам меньше известен исторический контекст я говорю о духовных вещах знаю что вы знаете но исторически нам есть смысл и историческую часть взять не только духовно были рабы и в исусе христе они нашли исполнение и этому своему земному и жажде и голоду и хочется еще поговорить думаю мне хватит времени о небесном пастыре вот шестнадцатый стих семнадцатые стихи завершающие мы только что поговорили про шестнадцатый стих и семнадцатый стих ибо агнец который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники и вот и отрет бог всякую слезу сочей вот мы говорили о людях которые этого хотят жаждут и обретают и в духовном смысле и в физическом смысле но давайте посмотрим на самого этого пастыря пастуха обещание нежной заботы небесного пастыря о своем стаде и в образе пастуха сочетаются наверное такие очень важные вещи для израиля в том числе давайте вот об этом чуть-чуть самые любимые псалмы и очень часто цитируемые наизусть господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться двадцать второй псалом пастырь израиля семьдесят девятый псалом исая рисует бога который подобно пастырю кормит стадо свое берет агнцев на руки носит на груди сороковой глади он носит на груди и пастырь народа это такое знаете величайший титул это не просто пастух это величайший титул которым пророк исаиот в частности езекиэль он дает мессианский как бы мессианский вид царя какой же будет этот царь мессианский период и сам иисус выбрал себе этот титул он сказал я из пастор добрый петр называет иисуса пастырем и блюстителем душ наших посланник евреи мы это встречаем пастырь овец почему я на этом делаю акцент для жителей палестина опять смотрим исторический контекст для жителей палестины огромное значение имеет это слово пастырь чем для ну городские жители скажем так потому что иудея это узкое плоскогорье там лишь несколько километров ширины плоской земли а по обе стороны там уже такие вот ужасные районы я вот таким языком сказала с одной стороны обрывы ущелья вот кто был у мертвого моря видели там красоты то особо нет обрывы ущелья с другой стороны какая-то там дикие местности там особенно в те исторические имена не было никаких заборов стен и это опасно было для каждой овцы пастухи постоянно должны были быть на чеку чтобы овца не отбилась не упала и я взяла цитату одного путешественника он описывает восточного пастуха мне это показалось очень удачным вот к нашему сегодняшнему разговору он пишет адам смит путешественник многие его знают у нас овец часто оставляют пастись одних и мы тоже кстати такие видели блуждают там овцы и коровы но на востоке он пишет я не помню чтобы я хоть раз видел овец без пастуха на такой местности как иудея где древнее пастбище оно не огорожено это не огороженная проселочная дорога пересекаемая обманчивыми тропинками где еще встречаются дикие звери обрывы переходят в пустыню очень важен человек и его характер это он пишет на высокогорном пастбище где по ночам ноют гиены когда встречаете его не спящего смотрящего вдаль обветренного загорелого вооруженного опершегося на свой посох наблюдающего за рассыпанными овцами каждая из которых близка его сердцу вы понимаете почему в иудее пастух вышел на передний план истории своего народа почему они дали это имя своему царю сделали его символом почему христос привел это имя в качестве примера самопожертвования пастырь вот здесь мы видим функции небесного пастыря он ведет к живым источникам вот он водит он водит меня к водам тихим опять же двадцать второй псалом у тебя источник жизни это тоже псалмы 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 без воды стада погибнут в полистине колодцев было мало и они были очень далеко друг от друга и вот небесный пастырь мы вот в этом стихе читаем ведет свою свое пастбище к источнику вод это символ того что он дает то без чего наша жизнь немыслимо что он еще делает он стирает всякую слезу сочей он питает наши тела он утешает наши сердца без присутствия бога без его утешения жизнь жизнь бы стала невыносима многие знак говорили как мы жили без бога как мы вообще выживали без его силы и вот здесь вот как раз об этом дает нам пищу для тела утешение для сердца спасение для нашего духа когда наш пастырь Иисус Христос с нами и мы знаем что он с нами мы можем вынести все потому что он сам хлеб мы его едим мы его пьем и он нас вводит к источникам это он нам дает все что необходимо для жизни вот это вот как завершение вот этой главы я посчитала нужно поговорить о нем еще как о пастыре и привести вот этот вот исторический контекст как это было очень опасная территория в Палестине для пастухов нужно было и силу и отвагу и мужество мы знаем как Давид отнимал овец у львов отнимал ни один лев не мог приблизиться к тому стаду который он пас это не безопасный труд это очень важный труд для Израиля поэтому пастырь с большой буквы агнец который среди престола будет пасти их даже агнец даже сам он себя считает одним из овец этого стада аллилуйя хорошо дорогие мы с вами завершили 7 главу у нас немножко времени есть для нашего общения мощная очень глава мы долго на ней находились со следующего раза мы начинаем восьмую главу и там начинаются суды тоже очень мощная интересная глава с каждым разом мы видим что в маленьком маленьком отрезке печатного текста сокрыто столько глубины духовного смысла мы разговариваем неделями об этом раз за разом разбирая стих за стихом хорошо кому что хочется сказать в связи с тем что мы сегодня обсуждали в сегодняшнем нашем диалоге я кстати очень не люблю тишину в эфире мы так много сказали и я думаю что это касается наших сердец тишина в эфире это нехороший знак надо говорить надо открывать уста надо делиться своими впечатлениями да пожалуйста таня написано что они уже не будет алкать и не будет палить их солнце и никакой зной то есть я вот как представляю как мне тяжело на солнце я не могу долго на солнце пребывать вот оно как бы мне тяжело в общем а это предписалом божьим пребывать где сам господь это как огонь поедающий и как пребывать пред ним вот как то здесь не то что страшно это не страшно как то у меня было здесь как говорится дальше что он ведет к источникам вод то есть это будет и прохлада какая-то уже полегче а у меня было вентение как то раз что вот какая то темнота и вот я хожу в этой темноте и не вижу выхода а потом спрашиваю господь а что же дальше и здесь такой появляется свет сильный и как бы огонь и вот этот свет как огонь пылающий вот свет такой яркий и сильный и он просто на меня так идет и поглощает меня а я как бы со стороны смотрю на это все и вижу себя в этом огне вот и мне не страшно становится и так смотрю думаю огонь поглотил а мне совсем не страшно вот и здесь тоже как-то ну вот оно мне сейчас вспомнилось об этом что стоять пред престолом божьим его огне вот так как-то не жарко и не обжигает да не жигает и не жарко оказывается совсем да спасибо спасибо и тем более это еще пережито в видении во сне слава богу еще пожалуйста слава богу можно мне да наташа да я будто бы все слышишь зачитала знаю и насколько открыто сейчас много плакать хочется не могу говорить просто то что бог наш пастырь господь наш пастырь и то что он вводит нас к водам тихим и подкрепляет нас и вдохновляет и не убоимся мы никакого ужаса в ночи то что и мы народ его которым можем войти святы святое святых и множество народа там и это меня так коснулось что слава господу что еще и утрет всякую слезу да насколько это сильно и насколько мощно и просто ну слов нет аллилуйя слава богу сильная эмоция поделились вы ею с нами спасибо за это слава можно мне волю сказать я хочу сказать вот как мы раньше жили без бога вот и то что он пастырь добрый настолько не хватает вот я сейчас нахожусь на отдыхе и когда рядом нет вот ну таких близких по духу людей мне очень непросто такие ситуации возникают что не хватает вот как свежего воздуха не хватает и происходят такие вот вещи интересные когда переживали ну какие-то трудные моменты переживаешь и надо в какой-то момент бог вот он дает тебе он действительно вот утирают слезу и ты его ощущаешь вот постоянно вот если какой-то момент и потом раз и и ты выходишь из этого и думаешь господи какой ты вообще-то везде над каждой ситуацией и слава богу что все это мы прошли видите каждый проходит своими путями приходят богу но я вот благодарю за то что у меня в ситуация в жизни произошла там у дочки были проблемы и с богом это вот ну все можно преодолеть и сейчас я вот пытаюсь донести до своих друзей вот и какой бог бог мне ну не просто потому что это надо просто пережить это прочувствовать надо это ну хочется переполняет просто все все сердце переполняет а как это донести не всегда вот получается но и я стараюсь и знаю что это время не ну здесь не напрасно я ощущаю присутствие его очень сильно не всегда слова могут передать почему говорят вкусите как благ господь вот как передать допустим как какого вкуса он мангустин или дуриан вот какого вкуса это надо вкусить чтобы понять только на одном языке мы можем говорить когда я один поел и другой поел о чем люба говорила единомышленники до люди по духу единое и тогда легко понимаешь друг друга говоришь об одном и том же понятном нам а когда один вкусил как благ господь а второй никогда не вкушал как ему объяснить вот это вот подача вкусите попробуйте сами выстроите отношения с богом войдите в эти отношения и вы никогда с ним уже не захотите расставаться аллилуйя слава богу еще пожалуйста сказать да пожалуйста никогда вкус вот это вот поняла что когда лежала в палате мне было так жалко этих людей я так хотела им донести что такое господь какой он супер замечательный я сама каждый раз удивляюсь когда его проявление в моей жизни я каждый раз так радуюсь и говорю господи как я долго без тебя жила какая это была засуха без тебя что с тобой жизнь это совершенно удивительная иная и слава тебе господи что ты мы у тебя аминь 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 вы знаете одно только то что господь вот одно возьмите избавил нас от страха перед смертью весь мир издыхает от страха перед смертью а у нас этого страха приходят какие-то вещи но мы знаем куда мы идем и как бы приходит и отрезвление мы знаем куда мы идем мы знаем что мы бессмертное творение мы знаем что мы в семье божьей и вот этот переход господь осуществит правда не знаем как может быть сам переход каков он будет но избавив нас от страха смерти одного этого достаточно для того чтобы славить бога всю жизнь а ведь наступают вот эти вот времена когда страх он заполоняет все и несмотря на то что приходит великий день гнева его и кто может устоять мы понимаем что и в этом огне поедающим для нас есть место что он бы они были в огне и огонь их не опалил и вот для нас приготовлена совершенно уникальная позиция вот в эти времена когда есть люди которые могут жить при огне есть люди которые могут жить без страха есть люди которые имеют надежду и уверенность в том что будет происходить с ними дальше это все во благо во благо во благо хорошо дорогие мы завершаем завершаем наш сегодняшнюю встречу мы завершим эту молитвы давайте мы помолимся Ирина Желяева благословите собрание включите микрофон и распустите нас 1 Господь спасибо тебе благодарим тебя благодарим тебя за слово которое ободряет которое помогает благодарим тебя за разъяснение чудное прекрасное благодарим тебя благослови благослови каждого чтобы мы были наполнены твоим словом твоим духом, твоим упованием на тебя, радостью. Благослови Олю, благослови каждого, кто слушал и кто еще будет слушать это слово. Слава тебе и благодарность, великая благодарность за все, за все, за ветер, за солнце, за слово, которое мы можем есть, питаться и жить, потому что ты есть жизнь. Благослови нас, каждого Господи. Спасибо тебе. Аминь. Аминь. Давайте скажем аминь. Аминь. Спасибо, дорогие, за участие. Всем счастливой недели. И шалом. Мы завершаем нашу встречу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова